Добрый день, друзья! Меня зовут Неля и вы на канале Готовить Просто. Сегодня я хочу поделиться с вами очень вкусной, сдобной пасхальной выпечкой. Готовить будем кранч. Это румынская кухня. Рецептом со мной поделилась подруга. Ссылку на ее канал с оригинальным рецептом я оставила в описании под видео. Готовятся такие куличи-кранчи очень легко. Тесто получается нежное, воздушное, с ним работать одно удовольствие. Куличи получаются очень вкусные, мягкие и ароматные. Такая выпечка однозначно будет на моем пасхальном столе. На 2 штучки нам понадобится 320-330 грамм муки, 100 мл молока, прессованное дрожжи 15 грамм, 2 столовые ложки сахара, пол чайной ложки соли, 10 грамм ванильного сахара, 1 куриное яйцо, 1 куриный желток, сливочное масло мягкое 70 грамм и пол чайной ложки куркумы. Для начинки грецкие орехи 260 грамм, 150 грамм сахарной пудрой, молоко 50 мл и щепотка соли. Смазывать куличи я буду сиропом. Для этого вскипятим 50 грамм сахара и 50 мл воды. Перед выпечкой смазывать куличи будем 1 куриным желтком и 1 столовой ложкой молока. Для начала приготовим опару. В миску добавляем 15 грамм прессованных дрожжей. Сдобную выпечку лучше выпекать именно на таких дрожжах. Добавляем 2 чайные ложки сахара из общей нормы и половину теплого молока. Это 65 мл. Все хорошенько перемешиваем. Добавляем 2 чайные ложки муки. Снова все перемешиваем. Накрываем пищевой пленкой либо полотенцем и даем постоять в теплом месте 10-15 минут. Тем временем в глубокую миску отправляем 70 грамм мягкого сливочного масла. Добавляем 2 столовые ложки сахара. Напомню, что из них мы уже взяли 2 чайные ложки для опары. Взбиваем все миксером 7-10 минут до светлой пышной массы. Проверяем опару. Она уже хорошенько подошла. Посмотрите, какая пышная шапочка и как много воздушных пузырьков. Это значит, что дрожжи активные и рабочие. Если такого результата нету, лучше сделать новый замес опары. Добавляем вторую половину теплого молока. Это еще 65 миллилитров. Одно куриное яйцо и один желток. Пол чайной ложки соли. Пол чайной ложки куркумы для цвета. 10 грамм ванильного сахара. Все хорошенько перемешиваем и начинаем небольшими порциями вводить просеянную муку. Для этого рецепта у меня ушло ровно 330 грамм муки. Когда тесто станет густое, добавляем взбитое масло и продолжаем замешивать тесто. Когда ввели всю муку, вымешиваем тесто руками. Сначала в миске, затем переходим на рабочую поверхность. Поначалу тесто будет очень липкое. Липнет как к рукам, так и к рабочей поверхности. Я его приподнимаю, затем чуть протягиваю и снова повторяю. Тесто очень мягкое и приятное на ощупь. С ним не тяжело работать. Ровно через 8 минут оно стало эластичным и практически не липнет к рукам. Руки смазываем немножко растительным маслом. Округляем тесто и перекладываем его в глубокую миску, которую мы также смазываем немного растительным маслом. Накрываем пищевой пленкой и даем ему постоять в теплом месте около 1 часа. Тем временем подготовим ароматную ореховую начинку. На сухой сковороде подсушиваем 260 грамм грецких орехов. Затем пересыпаем в чашу блендера и измельчаем в мелкую крошку. Вместо блендера можно измельчить через мясорубку. Крошку высыпаем в миску. Добавляем сахарную пудру. Перемешиваем. Добавляем по чуть-чуть теплое молоко. Всего нам примерно понадобится 50-60 мл. Начинка готова. Вот такой структурой она должна получиться. По вкусу она чем-то напоминает грильяж. Пока отставляем в сторону и даем ей остыть. Тесто уже хорошо подошло. Разминаем его сначала в миске, затем выкладываем на рабочую поверхность. Делим тесто на две равные части. Каждую часть снова слегка обминаем и округляем тесто. Накрываем пищевой пленкой и даем ему постоять 10-15 минут в теплом месте. Берем шарик теста, снова слегка обминаем и раскатываем скалкой. Сначала вдоль, затем подтягиваем бока. Так прямоугольник получится более ровной формы. Если нужно, добавляем муку. Выкладываем ровно половину ореховой начинки и равномерно ее распределяем, не доходя до краев примерно 1 см. Сворачиваем кистом в плотный рулет и защипываем хорошенько край. Разрезаем ровно пополам, но не до конца. Переплетаем между собой и закручиваем. Вот такая вот у нас получилась форма. Если орешки выпадают, ничего страшного. Переносим в форму. У меня бумажная, диаметром 11 см. Я ее ничем не смазывала. Точно так же формируем и второй кулич. Накрываем полотенцем и даем постоять в теплом месте 30-40 минут. Когда куличи и кранчи подойдут, смазываем их одним желтком, смешанным с 1 столовой ложкой молока. Отправляем в заранее разогретую духовку при температуре 190 градусов на 40-45 минут. Но ориентируйтесь на свою духовку. Готовность проверяем зубочисткой. Если тесто сырое, оно будет к ней прилипать. Значит, выпекаем дальше. Если верхушка будет подгорать, накройте верх кулича фольгой. Куличи готовы. Они выпекались у меня ровно 50 минут. Я делаю проколы зубочисткой, пока они горячие, и поливаю их сиропом. Пока они выпекались, я проварила 2 минуты сахар с водой и дала полностью остыть. Пропорции сиропа есть в описании под видео. Даем куличам полностью остыть. Лучше оставить их на ночь. Тогда они будут намного вкуснее. Вот такие пасхальные куличи кранчи у меня получились. Они очень ароматные, воздушные и вкусные. Если вы любите сладкую выпечку, тогда однозначно рекомендую этот рецепт. Кулич очень мягкий, тесто влажное, слоистое, а начинка просто восторг. Посмотрите, какой красивый разрез. Друзья, настойчиво рекомендую попробовать этот рецепт. Свои отзывы оставляйте в описании под видео. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. Так вы будете получать уведомления о моих новых видео рецептах. С вами была Неля. Всем приятного аппетита и мирного неба над головой! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!